Всем привет, привет, друзья! Добро пожаловать на пятый практический урок английского для начинающих с нуля. И сегодня мы с вами повторим личное местоимение, выучим модальный глагол can, а также выучим новые глаголы. Меня зовут Даша, и вы на канале Language with Dasha. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь. Не забывайте ставить пальчики вверх, ставьте колокольчик, а также пишите комментарии. Ну что, are you ready? Вы готовы? Let's begin! Давайте начинать! И начнем мы с вами с личных местоимений. Местоимения – это слова, которые мы используем вместо имени. Сегодня мы остановимся на личных местоимениях. Это такие слова, как я, ты, он, она, оно, мы, вы и они. И начнем, конечно же, с себя любимых. Я на английском будет I. I. Повторяйте за мной, повторяйте вслух, это действительно важно. Звуки в английском отличаются. Будете правильно произносить звуки и слова, вас будут понимать, а это самое главное. Поэтому давайте произносить I. 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 Я. I. Ты. Ученик-студент. Или вы, учитель-коллега, будет you. 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 Смотрите, как я произношу, и повторяйте. You. 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 Ты или вы. Он. 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 He. He. На выдохе произносим, выдыхаем. He. He. Он. He. Она. Она. She. She. Буква сочетания SH дает нам звук SH. SH. Если вы впервые на моем канале, ищите ссылки на мои уроки чтения и произношения. И смотрите, там много полезной и интересной информации. И там мы рассматриваем как раз-таки буквосочетания и учимся читать без транскрипции. Она. She. She. Оно. It. 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 Оно. It. Обращая внимание, буква I дает нам звук, быстрый звук, колкий звук. И. И. Как мы его произносим? Нужно чуть приоткрыть рот. При этом не напрягайте губы, не напрягайте мышцы лица, и говорим быстрый звук. И. 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 It. И звук T у нас очень-очень глухой. Язык у нас наверху, за верхними зубами. Звук T. Т. It. It. Оно. It. 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 Получилось? Вы молодцы. Переходим к мы. Мы на английском. We. We. Буква W дает нам уникальный звук. У. 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 Губки сводим и разводим. Это не звук В. Это звук У. 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 Дает нам длинный звук. И. 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 Улыбаемся. We. 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 Вы. Студенты. Ученики. You. You. Обратите внимание. Ты. И вы. Как в единственном, так и во множественном числе. Будет Ю. Ю. Ничего не изменяется. И они будет They. 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 Буква сочетания TH очень интересная. Оно дает нам два звука. Звонкий и глухой. В данном слове у нас звонкий звук З. З. Как его произнести? Нужно язык положить между зубами. Положите его. Не нужно его зажимать зубами и держать. Он просто спокойно себе там находится. Следующее, что нужно сделать. Выдыхать и подавать голос. Вот здесь вот мы будем чувствовать вибрации. Язык у нас между зубами. Он не за зубами. Ни наверху, ни внизу. Он между зубами распластан. З. 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 Зей. З. З. Очень важно правильно произносить звуки в английском языке, потому что будете правильно произносить, вас будут понимать. А это самое главное. Ну что, местоимение личное мы с вами повторили. А теперь давайте устроим маленький тест. Я вам говорю на русском, а вы мне отвечаете на английском. Ну что, начнем с себя. Я. Я. Ай. Ты. Ты. Мы. We. Они. They. Они. They. Она. She. Оно. It. Он. He. Вы. You. You. Я. I. Молодцы! Я надеюсь, вы уже знаете личное местоимение. Если вы их еще не запомнили, ставьте на паузу. Запоминайте. Выписывайте себе на листочек. Приклеивайте на дверь или на окно. Подходите к двери, смотрите на слово. Ага, повторили. Закрываете окно или дверь. Еще раз повторили. И уже через 30 дней таким образом вы выучите эти слова и будете помнить долго. Ну что, переходим к основному, к основной части нашего урока. Сегодня мы с вами разбираем модальный глагол can. Давайте повторим, что такое глаголы. Глаголы это слова, которые обозначают действие или состояние. И отвечают на вопрос, что делать или что сделать. Сегодня мы говорим с вами о модальных глаголах. Модальные глаголы это глаголы, которые обозначают ни действие, ни состояние. Они обозначают отношение говорившего к действию. Простыми словами это такие слова, как могу, умею, должен, обязан или можно. Это вот такая группа слов. Сегодня мы остановимся на одном модальном глаголе. Модальный глагол can. Его мы можем перевести как мочь или уметь или можно. Давайте теперь правильно произнесем этот глагол. Первой звук у нас звук к-к-к. Глухой, очень глухой звук к-к-к. Задняя часть языка у нас прижимается к небу и мы говорим это звук к-к. Следующий звук, который дает нам буква эй, это звук э-э. Нужно пошире открыть рот и сказать звук, который будет чем-то между звуком а и звуком э-э. Но это не звук э-э, когда мы улыбаемся, это звук э-э-э-э-э-э. К-к-к-к. Н. Последний звук, который дает нам буква Эн, это носовой звук н-э-э-н. Как его правильно сделать? Нужно язык поднять к небу, он за верхними зубами. Почему звук носовой? Потому что мы выдыхаем через нос, когда произносим этот звук, и вот здесь мы чувствуем вибрации. Получилось? Молодцы, ставьте на паузу, тренируйте свое произношение. Теперь давайте поговорим, как же мы строим предложение с нашим модальным глаголом can. И первый вид предложений, который мы рассмотрим, это утвердительное предложение, в конце которых мы ставим точку. На первом месте у нас будет местоимение или существительное. Всегда в утвердительных предложениях, в обычных предложениях, у нас должно быть подлежащее. Подлежащее будет или существительным, или местоимением. Если местоимение, это может быть I, you, he, she, it, we, they, you. Это те местоимения, которые мы с вами выучили в предыдущих слайдах. Следующее. На втором месте у нас будет наш модальный глагол can. Can. Мы видим, что на втором месте у нас будет этот наш модальный глагол. В утвердительных предложениях, в английском, на втором месте у нас будет сказуемое, которое выражено глаголом, то есть глагол отвечает на вопрос, кто делать, что делать, что сделать. Первое. Кто что? На втором месте. Что делать? Что сделать? Я думаю, это понятно. Что самое интересное, что в настоящем времени наш глагол can изменять мы не будем. Я могу, ты можешь. Мы изменяем окончание, когда говорим, но в английском глагол у нас идет как я, I can, так и ты can, you can, he can, she can, it can, we can, they can, you can. Глаголу мы ничего не добавляем, его мы не изменяем, не добавляем окончание s, ind, ничего не делаем. Мы просто ставим глагол can, и на третьем месте у нас будет наше основное действие, другой глагол, в начальной форме. Что значит начальная форма глагола? Глагол наш будет отвечать на вопрос, что делать, или что сделать, что делать, вот он будет основной. Если мы посмотрим в словаре, мы увидим глаголы, написанные в своей начальной форме. Также в словаре вы можете увидеть, что перед глаголом у нас есть частичка to. Вот мы никаких частичек не пишем, мы просто берем наш глагол и ставим его. Вы можете просто загуглить. Я умею плавать. I can swim. Можно просто вписать в переводчик плавать, вам покажет swim, и мы его переписываем. Берем и ставим, то есть в начальной своей форме. Что важно, глагол мы не изменяем, повторяю, не добавляем окончание, не изменяем, ничего с ним не делаем. Его основная форма. Мы сейчас говорим о настоящем времени. Сегодня мы говорим о настоящем. Не о прошедшем, не о будущем, о настоящем. И, как вы видите, глагол у нас будет в своеначальной форме вне зависимости от местоимения. Мы ничего с ним не будем делать. В третьем лице мы ничего с глаголом не делаем, не добавляем, не изменяем. Все очень легко. I can play. Я могу играть. Все будет очень-очень легко. Дальше мы потренируемся уже на примерах. Но, как вы видите, я могу играть, ты можешь играть. У нас будет изменяться только наше местоимение. А глагол can не будет изменяться. И наш основной глагол также мы не будем изменять. И дальше мы можем ставить другие части предложения, другие части речи. Например, дальше может идти на речи или прилагательная. Все второстепенные части предложения мы будем оставлять на конец. Это мы говорили с вами про утвердительное, обычное предложение. Давайте теперь поговорим про вопросительное предложение, в конце которых мы ставим вопросительный знак, то есть говорим про вопросы. Вопросы с нашим модальным глаголом can очень легко построить. Что мы делаем? Мы меняем местами наше местоимение, которое было на первом месте, и наш модальный глагол can на втором. Мы can ставим на первое место, а местоимение на второе. А после местоимения все остается так же. Смотрите, в утвердительном предложении у нас идет I can blah-blah-blah. I can blah-blah-blah. В опросительном предложении мы ставим Can I blah-blah-blah. Дальше мы ничего изменять не будем. Оно тут как у нас идет, глагол плюс все остальное, так оно и будет. Мы только меняем местоимение, ставим на второе место, а can выносим на первое место. Все очень легко. Не изменяем окончания, ничего не добавляем, просто меняем их местами. И получается у нас, например, вопрос Can you, наше местоимение, Можете ли вы или ты мне помочь? Can you help me? Мы видим, как мы формируем наш глагол, как мы формируем наше вопросительное предложение. На первом месте у нас вопросительное слово, наш модальный глагол can, на втором у нас местоимение, you, ты или вы, в зависимости от контекста. Обращаемся ли мы к ученику или к профессору, а может быть к ученикам. Help, помочь, наш стандартный глагол в своей начальной форме. Видите, мы ничего с ним не делаем. Me, мне. Как ответить? Можно ответить просто Yes. Can you help me? Yes. Можно также сказать Yeah. Можно сказать Okay. Можно также сказать Yes, I can. Это такая более стандартная форма ответа, более формальная, скажем так. Мы на первом месте ставим Yes, да. I, я. Can, могу. Да, я могу. Yes, I can. Или No, I can't. Нет, я не могу. Если вы не можете помочь, вы также можете сказать просто No или более разговорная форма Nope или No Вы можете выбирать. Окей. Теперь давайте поговорим про то, как мы строим отрицательное предложение, когда мы не можем, не умеем чего-то делать. На первом месте у нас идет наше местоимение или существительное, наше подлежащее. На втором месте у нас будет наш модельный глагол can с окончанием t, как вы видите. Вот такая форма, это форма отрицания, когда мы не можем чего-то делать. Как это произнести? Can't Can Мы ставим апостроф, это запятается вверху, когда мы пишем, и добавляем букву t без никаких пробелов. Can't Can't Притом в американском произношении буква a будет уходить в a Can't Can't А в британском больше будет уходить в a Can't 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 Вы можете выбрать. Или же можно написать Can Can't Вместе с Not Not Это наше отрицание. Но хочу сделать акцент на вот этом слове. Когда у нас обычное отрицание. Я не умею плавать. Тогда вот это слово у нас пишется слитно. Мы не разъединяем Can't и Not Мы его пишем одним словом. В Америке ударение будет идти на первый слог Can't Can't В Британии ударение будет идти на второй слог Can't Can't Вы можете выбрать. В повседневной речи американцы предпочитают это слово Can't Can't Я использую в повседневной речи также форму Can't Не форму Can't А все-таки Can't Но вы можете выбрать Это и это используется часто. И хочу обратить внимание что вот эта форма Can't мы используем в формальном формальных сочинениях когда пишем какое-то письмо или сочинение эта форма предпочтительнее используйте вот это в сочинениях не любят сокращенные формы поэтому пишем полную форму дальше мы ставим наш основной глагол и также оставляем все остальное мы оставляем также на конец и смотрите пример наш I я не могу плавать can't can't swim swim плавать это равносильно I cannot swim я не могу плавать can't равносильно cannot или can't cannot вы можете выбрать ваше произношение главное чтобы вас понимали окей с предложениями разобрались а теперь давайте переходить к практике как мы с вами будем практиковаться сначала мы посмотрим и поговорим наше предложение обратив внимание на произношение на наш глагол а потом я у вас спрошу можете ли вы это делать умеете ли вы например плавать а вы пожалуйста отвечайте также пишите комментарии мне очень интересно узнать ваши ответы начнем мы с I я can могу умею swim плавать swim swim это плавать с потом у нас идет W W W I I I M swim 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 я умею плавать can you swim can you swim can you swim умеете ли вы плавать напишите мне в комментариях если вы не знаете глагол swim выписывайтесь всего выписывайте его на листочек приклеивайте на дверь открываете дверь повторяем глагол закрывайте повторяем глагол и так уже через 30 дней вы точно выучите этот глагол swim 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 тренируем также произношение идем дальше you ты или вы can jump 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 это прыгать jump прыгать в высоту не далеко прыгать а просто вверх просто подпрыгивать скажем так jump jump can you jump can you jump можете ли вы прыгать напишите мне в комментариях let me know in the comments below ok she can run run бегать она умеет бегать she can run can you run can you run можете ли вы бегать can you run let me know дайте дайте знать напишите свой ответ как мы произносим букву r интересная буква нужно язык поднять к небу отодвинуть его дальше и сказать звук r r r язык у нас распластан наверху и мы говорим звук r r run 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 can you run alright he he can play play tennis tennis он умеет играть в теннис play tennis в английском нет в частички просто есть играть теннис play tennis не play in tennis играть в теннис а просто play tennis play tennis tennis can you play tennis can you play tennis let let me know дайте мне знать ok it вспоминаем местоимение оно it в английском мы используем с животными и с недушевленными предметами такие как ручка тетрадка и тому подобное но животных мы иногда можем использовать с местоимением она или он если это животное является членом нашей семьи наш домашний питомец конечно мы можем говорить она или он а другие животные просто говорим it 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 can walk walk интересное слово и мы сегодня с вами научимся правильно произносить это слово ходить это наш медведь это может ходить наш медведь может ходить walk интересное слово разбираем его произношение первый звук у нас звук у у у у губки у у второй звук который дает нам гласная буква а интересный звук очень интересный звук повторяйте его конечно же вслух открывать нужно рот широко язык у нас прижат книзу губы у нас овалом и мы говорим звук а это что-то между звуком о и звуком а а а а а у звук 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 буква л у нас не дает буква л у нас нема непроизносимая и последний звук глухой звук это слово мы произносим как это было американское произношение я говорю с американским произношением и учу вас американскому произношению считаю что американское произношение намного легче нежели британское произношение В Британии данное бы слово произносили как walk. Буква A давала бы более округлённый звук, ближе к звуку O. Walk. Опять-таки у нас челюсть вниз идёт, и мы говорим звук, похожий больше к звуку O. Walk. 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 It can walk. It can walk. А в американском английском? It can walk. Walk. Какое произношение вам больше нравится? Выбирайте и тренируйте. Can you walk? Can you walk? Let me know. Окей. They, они, can dance. Танцевать. Dance. 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 They can dance. Can you dance? Can you dance? Окей. Окей. We, мы, can talk. Talk. Говорить, разговаривать. Can you talk? Можете ли вы разговаривать? Обращаю внимание ваше на произношение слова talk. Что вы видите? Что это слово очень похоже на это слово, на слово walk. Только изменяется первая буква. Поэтому произносим мы его также. Буква Т у нас дает звук глухой. Буква А дает нам звук в американском английском, похожий больше на звук А. Ва, 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 та, та, к. Буква Л не дает нам звука. Talk. Talk. We can talk. В британском произношении букву А больше бы уносили в О. Выбирайте произношение, которое вам нравится, и произносите, тренируйте эти слова. Can you talk? Окей. You can write. Буква В в слове писать, write, у нас немая, непроизносимая. Ее мы не произносим, не читаем. Буква Р дает нам звук, наш самый любимый звук. Язык у нас наверху у неба, далеко. Он у нас там прямой. Если у вас он заворачивается, но вы произносите звук, который похож на звук, который я произношу, все хорошо. Некоторые люди, люди произносят эту букву с прямым языком, а некоторые его подворачивают. Буква А дает нам длинный звук А. Буква И мы не читаем, она у нас снимает правила нему, и кто смотрел мои уроки чтения, знает это правило. Это было все на сегодня. Давайте теперь подсуммируем, что же мы сегодня выучили. Сегодня с вами мы повторили личное местоимение. Разобрались, что же такое модальные глаголы? Выучили модальный глагол can, а также выучили новые глаголы. Напишите мне в комментариях ваши ответы на вопросы, а также не забудьте поставить лайк. Если вы еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь. Не забывайте поставить колокольчик, а я увижу вас в следующих уроках. Пока, друзья. Bye-bye, friends. Bye.